Здравствуйте, дамы и господа. Это небольшое фото-видео отчёт о поездке из Санкт-Петербурга в Черногорию. Поехали мы через Белоруссию и остановились в первый день в Барановичах. Все перипетии первого дня изложены в отчёте у меня на сайте. Прекрасный город, замечательно нас встретил и проводил. Немного застряв на границе с Польшей, мы всё-таки проехали её достаточно быстро. Словакию также проскочили, практически не заметив. Во вторую ночь остановились в Кичкемет в Венгрии, хорошо выспавшись, отправились в Сербию. Итак, первой важной достопримечательностью на нашем пути стала деревня Эмира Кустурица. На границе мы очень сильно задержались и прибыли в деревню уже поздно. Солнце практически село, но всё равно мы решили посмотреть в деревню. Деревня очень самобытная, интересная. Я бы хотел рассказать о перипетиях названий этой деревни. Вообще встречается четыре названия. Это Кустендорф. На немецком это означает деревня на краю. Тивали, проводимые здесь, именно имеют название Кустендорф. Затем в названиях используется Дрвенград. То есть это тот же Кустендорф, только уже на родном, на сербском языке. Означает деревня деревянная деревня. Дрвена это дерево. Значит, дальше. Есть ещё название такое Мечавник. Или Михавник. Ну вообще Мечавник его называют. Так называющая часть горы Мокрая гора. Четвёртое название Мокрая гора. Так вот, часть этой Мокрая гора, пригорок или уступок, и называется Мечавник. Это одна из самых важных туристических достопримечательностей Сербии. Достаточно неоднозначное место в воплощении мечты знаменитого режиссёра Эмиры Кустурицы. Вообще он хотел как бы собственный уголок после того, как бомбили его родной Сараева. Он мечтал о том, чтобы создать что-то только своё. А говорят, что идея постройки сначала пришла ему в голову при создании фильма «Жизнь как чудо», который снимался здесь, на этих местах. Я так понимаю, что мечта преобразовалась немного больше, как бы воплощение стало более глубокое. То есть получился небольшой мирок, его собственный деревенька, в котором ему было бы интересно, которому было бы интересно людям, которые его знают и понимают мир искусства и мир искусства именно кино. Эта деревенька насыщена интересными всякими штучками, которые подчёркивают и настраивают на определённый лад. Здесь есть деревянные домики в стиле старых построек на территории Ягославии, той же Сербии, Буснии, Герцеговины. Собственная церковь есть, рестораны, теннисный корт, кондитерская, даже тюрьма есть. Это то самое маленькое государство, которое автономно живёт в этом крае. Знаменитые имена, название этих улиц придаёт туристический антураж этой деревни. Теперь мы на станции Мокрая гора, где мы замечательно ужинали вечером и здесь прекрасно отдохнули бассейны. Отсюда стартует поезд, который идёт по Шернинской ультнице. Эта линия когда-то соединяла две столицы, Сараево и Белград. Здесь очень симпатично и вечером, и утром. Я думаю, что и в принципе в любой сезон, я понимаю, почему именно это место было выбрано для основных съёмок. Фильма, например, устроится «Жизнь как чудо». Далее мы поехали в сторону Черногории, пересекли границу, и первым нашей достопримечательностью стал мост Джорджевича через реку Тара. Он был построен в начале Второй мировой войны, в 1940 году, буквально на следующий год. Эта местность была захвачена итальянскими войсками, но партизаны не дали возможность оккупантам и воспользоваться. Один из инженеров, Лазарь Яукович, построивший этот мост, планировал подрыв центрального пролёта. Итальянцы вычисли этого инженера и убили его. Мост был восстановлен в 1946 году, по высоте он 172 метра. Вообще глубина каньона вторая в Европе, это 1300 метров. На самом деле действительно впечатляет сооружение, высота, хотя сама река не является какой-то очень широкой или глубокой. Следующим пунктом посещения стал монастырь Острог. Это действующий сербский православный монастырь на высоте 900 метров. Он расположен недалеко от Никшича и Даниловграда, приблизительно посередине. Значит, здесь хранятся мощи святого Василия Острожского, чудотворца. Уникальность этого святого в том, что он почитаем не только православными, но даже мусульманами. Ну вот мы наконец на Средиземном море, перед нами путь Еха-Бусак. И немного проехав дальше, мы попадаем в бухту охладного вала, холодной бухты, которая такой не является. И эта съемка идет сейчас с балкона нашей гостиницы. Ну и теперь я отключу все звуки, для того, чтобы вы могли услышать голос самого моря. Субтитры создавал DimaTorzok Буквально за два дня до нашего приезда здесь был сильный шторм, и море до сих пор еще не успокоилось, но, я так понимаю, к нашему приезду уже стала достаточно стабильная погода. Вот это наша бухта, здесь мы проведем некоторое время. Вот это специализированный такой бомб и кричал. Звуки, которые вы слышите, издают вот эти самые ребята, которые находятся сейчас на этом боне. Вот это вот ресторанчик, точнее летняя терраса с прекрасным видом на море. Здесь мы завтракали, обедали, ужинали. Ну, не всегда, но в основном. А это вот теплая часть ресторана. Если вам совсем станет холодно, вы можете перейти сюда. Пляжный отдых мы решили разбить на две части. Значит, приблизительно пополам, как 4-3 дня. По середине, на один день мы решили съездить и посмотреть достопримечательности Черногории. Это город Котор, в котором вот в данный момент мы сейчас находимся. И его залив, и гору Ловчин. В Которе мы посетили старый город. Значит, город известен еще со 2-3 века нашей эры, когда здесь были римляне. Значит, затем город перешел византийцам. И Византия была здесь до 1185 года. Значит, период с 12 по 14 века здесь были правителями и король Сербии Стефан, и король Хорватии Венгрии Людовик I, и король Боснии Твердкова I. В 15 веке город становится венецианским. И откуда в старом городе возникли все эти архитектурные особенности, итальянские, венецианские. По дороге в сторону горы Ловчин мы остановились посмотреть Которский залив, один из самых красивых заливов Средиземного моря. Теперь, что касается горы Ловчин. Это национальный парк, и гора состоит из двух вершин. Штеровник 1749 метров и Езерский ворох 1657 метров. Вот именно на второй мы и отправляемся. От города Котор есть короткая дорога к основной трассе, где можно сократить достаточно большое расстояние. Не все о ней знают. И только один из трех навигаторов нам указал правильную дорогу. Основная дорога тоже не отличается шириной. Она рассчитана на полторы машины. Если первоначальный подъем был достаточно крутой, то на основной дороге, а это уже было более-менее полого, и мы частенько останавливались, сфотографировали, потому что виды достаточно красивые, пейзажные, панорамные. Чем выше мы поднимались, тем горы становились лысее, а морские пейзажи затягивались дымкой марева. Поднявшись к горе, оставили машину и отправились осматривать достопримечательность. Прошагали по туннелю 460 ступеней, поднявшись еще на 80 метров, и обнаружили, что... Здесь русские были. Здесь есть русские. Почему были они? И сейчас есть. Мы считаем. На куполе туннеля тысячи каменных пирамидок, которые называются «Я здесь был» или «Я хочу сюда вернуться». Обратно мы добрались очень быстро, благодаря Google-навигатору, и больше уже никуда не дергались, отдыхали еще три дня, загорали, купались. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Последний вечер порадовал нас великолепно Красивая корана солнечная А утром В день нашего отъезда Море разразилось штормом Но в принципе он нас уже не беспокоил Потому что мы уже отправлялись домой После пляжного отдыха отправившись домой Первым городом, где мы остановились Стал Белград Хотелось его посмотреть получше Конечно, но к сожалению мы прибыли туда уже Достаточно поздно Солнце уже село В двух словах хочу сказать Белграде, что это очень древний город Известен еще с 878 года Я его помню как столицу Югославии С распадом Советского Союза и здесь тоже Начались различного рода перипетии В 1999 году его бомбардировала авиация НАТО Множество зданий было разрушено Бомбардировки также сопровождались и жертвами среди мирного населения Сейчас это столица Сербии И для нормального изучения ее нужно хотя бы Дня три Уже давно хотел побывать в районе Высоких Татр Что с польской стороны, что со Словакской И в этот раз решили, возвращаясь уже в Санкт-Петербург Заехать на пару дней в Белколомнице со стороны Словакии И посмотреть вообще как выглядят эти высокие Татры Здесь есть где расположиться Большое количество интересных мест Много достопримечательностей И мы решили посмотреть две из них Это вот Спишский град Который является самой большой крепостью в Словакии Местные называют его замком И мы уже побывали в нескольких крепостях и замках в Словакии И это единственное сооружение, где нас не заставляли ходить с экскурсией Представляешь, что обратно нужно идти Подниматься легче, чем спускаться Блин, я фонарик свалил О, не степень Оживание, я очень против Пожалуйста, я очень против О-хо-хо-хо Как это делать? О-хо-хо! Что делать? О-хо-хо-хо-хо! О-хо-хо! О-хо-хо-хо! С верхней точки замка и с крепостных стен открывается прекрасный вид на долину, на Спишское подградье, красивые пейзажи, панорамы. Хотя замок и разрушен, но внутри есть помещения, закрытые для музейных экспонатов, показано, как здесь жили, чем воевали, где молились. Вторым пунктом нашего посещения стало Штрепский пляс, это горное озерцо, находящееся на высоте 1350 метров в горах в высоких Татрах. Это место пользуется популярностью у туристов, особенно у тех, кто занимается зимними видами спорта. То есть, в принципе, это горнолыжный курорт. Последним пунктом по дороге домой стал белорусский город Витебск. Это также очень древний город, который возник на пути из Баряг в реки, в месте отвертления реки Витьба и Западной Двины. Река Витьба и дала основу названию поселению. За свое достаточно долгое существование поселение и город много раз меняли свое название. Основан город в десятом или начале одиннадцатого века. Вполне возможно, что княгиней Ольгой в его истории поучаствовали и Ярослав Мудрый и Александр Невский, со стороны литовских князей Ольгерт, со стороны Польши Владислав Егайло. В шестнадцать и семнадцатых веках город принадлежит Речи Посполитой. В восемнадцатом веке, при первом и втором разделе Речи Посполитой, город переходит во владение Российской империей. В 1812 году, во время оккупации французскими войсками, в Витебске располагалась Ставка Наполеона. Во время Второй мировой войны город был сильно разрушен. Ну а сейчас это один из самых интересных городов Беларуси. Ну вот в принципе и все, что я хотел рассказать об этом путешествии. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok